друзья всем привет приветствую вас на своем канале после небольшого перерыва в новом формате мы выводим новый интересный диалог диалог с различными гостями касающиеся моей книги стратегии реализации возможностей она сейчас появится и ссылочка будет внизу в описании я затронул как работает наш мозг мышление и в этой философии парадигме мы будем проводить ряд встреч интервью с людьми и расспрашивать как их мышление работает как работал их мозг в различных сферах жизни в различных этапах жизни не сегодня у нас гость гость у нас юрий привет привет юрий у нас лингвист переводчик преподаватель и сегодня у нас тема следующая мы поговорим о том как изучение иностранных языков и множество иностранных языков вообще нужно изучить иностранные языки и как это влияет на наше мышление восприятие в жизни только знание и умение общаться но и в целом зачем нам учить и что нам это дают в повседневной жизни очень сложная тема очень сложная тема спасибо юрий что пришел спасибо что пригласил ты первый гость в этом формате поэтому я волнуюсь не думаю что ты волнуешься чуть-чуть давай давай начнем издалека давай это очень было далеко очень далеко какие языки ты знаешь ну давайте начнем с того что наверное знать языки полностью невозможно но можно так чуть-чуть сказать что я знаю испанский английский испанский английский да чуть-чуть а преподаешь ты какие языки преподаю я сейчас только испанский но не потому что я так скажем не разбираюсь в английском просто в испанском я уверен на сто процентов но это исторический факт будешь спрашивать интересно расскажу подробнее вот и давай начнем как пришел и когда ты начал учить эти языки но это было очень давно это даже не помню когда это было но например как ты думаешь зачем верни так как родители выбирают школу своему ребенку мы этого беда дочке 6 лет и сейчас мы ищем школу ну что вот какие для тебя основные приоритеты но наверное язык для меня бы не стать абсолютно для меня тоже язык для меня стояла школа наверное гимназия там отзывы других учителей преподавателей учеников ну да вернемся на сколько двадцать с лишним лет назад наверное самое главное в тот период времени была близость к дому да вот ну и сейчас это очень важно вот у меня сын первого сентября в школу пойдет естественно мы определенным образом выбирали именно местонахождение вот но жизни так получилось что самая ближайшая школа к моему дому оказалась с углубленным изучением испанского языка окон по тем временам насколько мне не изменяет память в москве было всего четыре таких школы и считалось что это ну не гимназия все-таки но какое-то элитное общеобразовательное учреждение где во первых куда трудно попасть во вторых что ну она дает очень хорошее знание но речь не шла именно про язык речь шла первого степена чтобы ребенок быстрее ходил домой сам вот соответственно поступил в эту школу и можно сказать так что с нее все и началось а почему началось потому что школа если я правильно помню основана была шестидесятых и она имела достаточно тесные связи с латинской америки со странами и там действительно проходило обучение испанского языка и определенных диалектов и сейчас такое такого нет сейчас есть подготовительный курс а в те времена не знаю было у тебя или нет нулевки это классы которые как подготовительные соответственно могу сказать что я вот с нулевки уже начал изучать испанский но это наверно сколько шести лет шести лет шести лет но смотри у меня не было испанская не английского у меня простая средняя скорого города волгограда нас учили английскому даже начали у нас какой-то продвинутый класс а был там со второго класса учить его не учил школе нормально его начал учить в сознательной жизни это в 20 лет ну это слишком сознательной возможно мы сейчас об этом поговорим вопрос когда в возрасте учить все полезно или там правильно для того чтобы реально выучить и вопрос там цели мы тоже проговорим но в школе когда ты начал учить тебе нравилось или для тебя это было все таки потому что надо но это может так сейчас звучит что это там школа с углубленным изучением испанского языка но для меня там скажем урок испанского языка это сродни тому как урок физкультуры урок математики то есть ну ничего необычного в этом не было и соответственно естественно заставляли ну что я прям шести семи лет хотел изучать язык да нет конечно просто как например в разных школах делают упор на определенные скажем предметы так же и у нас делали на испанском соответственно ты волей-неволей хочешь не хочешь ты там я не помню сколько точно но по-моему там четыре или пять уроков в неделю что там для начальной например школа казалось каким-то космосом было и соответственно самое смешное в этом смысле что тебе же задают домашнее задание по иностранному языку а ты ничем никакого там интернета ну понятное дело еще ничего нет и соответственно там родители тоже подковались чтобы хоть как-то понимать изучать помогает это вопрос тогда возникает в следующем почему многие учат наверно у тебя одноклассники тоже учили у нас там выпускал это целая школа выпускалось 30 человек только нашего класса представь сколько всего там и у всех он идет обязательно и вот все в школе учат в итоге разговаривают единицы что не так по-твоему вот именно в образовании возможно в школе или там воспитание или в мышлении ребенка когда он учит ну слушай заставляют тут во первых частный случай это все таки языковая школа вот и соответственно там как ты хочешь не хочешь ты будешь изучать вот просто мы говорим о том что очень часто говорят и в принципе я с этим согласен что есть гуманитарный мозг есть технический мозг и соответственно даже и мышление да даже если там ребенок понятное дело что ребенок он может не сразу понять что у него идет но когда ты получаешь когда у тебя оценка по техническим математическим предметам идет между двойкой и тройкой а по языку у тебя идет 5 наверное и родители понимают в какую сторону тебя стоит вести вот а касаемо того почему учат или не учат но опять же до там какого-то определенного возраста ты не понимаешь зачем ты учишь ты просто хочешь там сделать приятное маме что вот у тебя там пятерка за экзамен получить с этого какой-то там бонус ролики там я не знаю велосипед и так далее вот потому что себя не требует уже каких-то хороших оценок за технические предметы вот и все а дальше уже ты начинаешь с возрастлением понимать что наверное вот с этой стезю тебе надо идти и там говорить о том что дети в таком возрасте могут понять зачем это нужно ну конечно невозможно тут решают родители скорее всего а дальше уже это определяется а вот это дальше когда ты понял что тебе нравится учить но когда мне мне нравилось получать хорошие оценки вот мне нравилось получать за это какие-то бонусы вот ну а потом я даже мне даже сложно сказать когда мне это нравилось в сознательном вот именно не в сознательном а в таком детско-юношеском возрасте но наверное когда меня начали хвалить преподаватели говорят что юра вот у тебя очень хорошее идет движение к языку давай продолжай вот и как бы в этой парадигме я начал и расти уже к выпускному к дальнейшему какому-то движению плюс ну ты понимаешь что зная язык ну хоть чуть-чуть например там было время когда мы с родителем ездили какие-то поездки например там там был в испании и когда там тебя просят там а ты переведи что-то ты волнуешься тебе там десять или одиннадцать лет там что-то спрашивают тебе отвечают и уже там родители чувствуют что вот что-то молодец нифига себе да выучил да получается вот поэтому почему бросают ты говорил да ну точнее не доучивают ну смотри а знанию не применяют ну смотри вот если опять же правильно помню нас было 30 их осталось 30 выпустилось 30 дальше пошли по языку ну например я сейчас занимаюсь другой профессии да основной трудовой деятельности я не могу сказать что я пошел дальше по языку что мы говорим о том что дальше пошел ты же преподаешь я преподаю да но я не преподаю в каком-то там учебном заведении там не читаю лекции и так далее я говорю о том что человек который пошел прям вот непосредственно сейчас до сих пор работает там переводчиком на каких-то переговорах или там преподает испанский там в педоучилище и так далее вот если мы это возьмем за рамки то наверное нас пошло ну у человека 3-4 из 30 вот причем по-моему двое пошли прям в эту же школу после окончания университета обратно вернулись да и преподавать испанский для детей вот опять же приоритеты абсолютно разные то есть кто-то уходит там например после девятого класса ну я сейчас не буду говорить про текущую систему образования раньше так было кто-то уходит и пытается попасть через какие-то другие профучреждения и про испанский это забывает вот кто-то больше успешен в математике в экономике в других каких-то наук у кого-то там есть родственники может быть какие-то в определенных кругах которые пытаются там устроить свое чадо какой-то университет уже по другой направленности там у нас например я помню были и врачи и адвокаты журналистику люди уходили вот но просто они уходили уже с более развитым наверное мозгом чем те кто не учил этот язык даже если он был им не нужен потому что у тебя был обязательный экзамен в школе испанский то есть ты ну хочешь не хочешь все равно его давал подходя уже к основной теме ты сам сказал что кто-то ушел в врачи кто-то ушел в преподаватели кто-то в другую стилю ушел что как изучение языка по-твоему там ну сейчас на своем примере возможно на примере своих учеников помогает жизнь не вот сам язык и знание его там за границей а в других сферах не знаю там постоянная работа вот на твоей основной работе в чем ты видишь плюс то что ты учил этот язык ну скажем так что не языки начало моей трудовой деятельности как раз было связано с испанским то есть когда мальчик взрослеет он уже хочет получать какой-то какой-то доход определенный мне очень хотелось уже там еще до института начать зарабатывать понятное дело что там курьер официант мерчендайзер еще кто-то там был как бы я таких профессий не гнушался я курьером работал но когда я готовился к поступлению в университет у меня был очень замечательный преподаватель я венков Валерий Алексеевич который меня привет да мы много лет не общались обещал позвонить надо его сделать вот который фактически ну дал мне мы занимались с ним всего год но он мне дал столько что наверное невозможно дать лет за десять и честно могу признаться что тогда я сдал испанский еще лучше чем сейчас вот и поступив в институт я понял что наверное это может быть каким-то козырем для будущего какого-то трудоустройства потому что опыта официального определенного не было и ключевое слово там в PSVK я забивал испанцы вот но это было две тысячи там седьмой восьмой год по-моему да что ну там вакансии было ну чуть-чуть совсем и как раз где может пригодиться язык как ты думаешь ну вот за границей за границей то есть это туристический бизнес когда была очень хорошая тема когда ты мог позвонить в одну службу и которая решала все твои проблемы ты там мог попасть в полицию мог там багаж тебе не привезли поддержка туристов ну типа да поддержка туристов за рубежом потому что еще не было там планшетов телефонов там каких-то где можно было это посмотреть делать соответственно нам звонили мы решали эти проблемы и были разные отделения то есть английское французское испанское арабский арабский язык у нас был тоже с египтом сейчас контакты понятное дело всегда там отдыхали всегда там будем да и там арабу арабу было удобнее решить вопрос между собой чем мы там звонили вот и соответственно испанский он меня привел просто вот к той профессии наверное на которой я сейчас занимаюсь потому что я начинал оператором небольшим оператором вот этой поддержки и он мне помог не только начать понимать как нужно в принципе что в институте я пришел на урок испанского языка, на пару испанского языка, только на четвертом курсе. Ну, потому что он считался вторым у нас. Первый английский. Да, причем я поступал с испанским. Но про второй язык я потом расскажу. Вот. И я на нем прекрасно говорил. И постепенно, когда я там проработал пять лет, и, соответственно, мне начали доплачивать за английский. Потому что уже в институте я начал английский более-менее хорошо повышать. И была вот одна история как раз показательная. Когда мы работали и днем, и ночью у нас там четырехсменка была. И также мы помогали иностранным туристам, которые как раз ездили в какие-то другие страны. Не только в России, но и в Рубеж. Вот. И звонит не помню, он был испанец, один американец. Ну, скорее всего, латиноц, потому что они рядом с Америкой находятся. Вот. Который позвонил, сказал, типа, ребят, вот я вот в театр собираюсь. Время. Не знаю, как его найти. Вот вроде адрес такой есть, но может поможете как-нибудь? Он говорит на чистом испанском. Попадать на меня. А еще это там разница по времени. То есть это, по-моему, три или четыре утра. Вот. Ну, сам понимаешь, состояние такое, как у охранника на стоянке. Не самое радужное. Вот. И в поисковике каком-то там найти из его там ломаных слов, ну, это невозможно. Просто что приходит в голову, там, ну, дай кому-нибудь трубку, давай трубку. Я слышу там, что он на испанском, там, возьми, возьми трубку, никто не берет. Ну, и какой-то там дядечка взял. И, соответственно, ну, естественно, он испанский не знает. Я говорю на своем английском ему, типа, как там дойти до такого-то театра. И повезло, он знает. Там, я не знаю, помнишь, там, может, фильм «Брат», когда там к героине подошли тоже какие-то британцы, там, или американцы, спросили, где там клуб какой-то находится. Да-да-да. Помнишь, там, там, «Страйдэхэд» «Туза Лэп». Она ответила. Да-да. Ну, вот что-то типа такого было, только русского не было. И, соответственно, я, он мне говорит, я говорю, ага, ну, я там записал быстренько, потому что, ну, мозг вот так на тот момент не переключался все-таки. Английский более сложный для меня. Второй язык. Вот. И я ему передал это на его родной. Вот. И, соответственно, вот в тот момент я просто за мной говорил, спасибо, там, успею, благ, всех тебе, хорошо. Я положил трубку, я вот так сел, думаю, что я сделал. Да, то есть, ну, вот тот вот момент был, что, наверное, вот да. Ты не перешел в мышление на русский язык? Да, то есть, может, нет, может быть, я внутри себя перешел. Переводил как-то. Да, причем мы вот как это... не синхронный, конечно, переводчик, ну, какой-то такой последователь, наверное. Вот. И тут я понял, да, что я несложно сказал по-русски. Это было очень круто. И постепенно я сейчас работаю в крупной компании в клиентском сервисе, и вот это меня, наверное, именно и привело в дальнейшую стезю. Конечно, сейчас... Как это помогать? Именно помощь клиента в общении? Конечно, ну, то есть, мне это дало возможность не только с нашими, там, российскими клиентами общаться, да, но в тот момент я общался практически с всем земным шаром. Ну, не всем, да, но за исключением. То есть, Латинская Америка – огромнейший материк, на котором расположено огромное количество испаноговорящих стран, ну, кроме Бразилии. Она, конечно, занимает, там, 1-3 суши, да, но все равно. Плюс, там, английский дальше шел, и, соответственно, на английском я говорил еще больше с другими странами. Поэтому там я получил самый большой опыт именно общения с клиентами, не только нашими, но и зарубежными, и это мне очень сильно помогло. То есть, я, там, мог в памяти держать большее количество проблем, чем, может быть, кто-то другой. Потому что просто нет времени, тебе звонки сыпятся постоянно, и ты не понимаешь, откуда, там, хоп, тебе высвечивается, там, карта, где вы находитесь, там, во Франции. Ну, условно, да, потому что французское отделение есть, но могли на нас перейти, потому что мы менялись, там, с кем-то. Там, испанцы, там, англичане, и ты вот просто, а тебе, там, 19-20 лет, и у тебя еще в целом-то жизненного опыта такого определенного нет. Я знаю, какие-то там взрослые люди помогут какие-то проблемы разрулить, вот, поэтому это невероятный опыт. Поэтому испанский меня, да, он привел к тому, чем я сейчас занимаюсь. Это твой личный опыт, и ты правильно задел историю, потому что как раз мы же промышление, и как работает нас мозг устроен, что изучение языков уже научно доказано многими исследователями, биологами, нейробиологами, нейропсихологами, которые изучают свойства людей, которые изучают язык, что наш-то мозг, в принципе, это как мышца. То есть тренировка языка позволяет накачивать его, ну, это как в тренажерном зале. И вопрос практики. Вот, не знаю, знаешь, не знаешь, есть такая кривая забывания, да, Германа Эббегуза, сейчас правильно, Эббенгауза. Сейчас она появится здесь, чтобы вы понимали, о чем речь. И он хорошую историю рассказал, в принципе, она так, для себя я когда это прочитал несколько лет назад, я понял, что у меня реально так это работает. И в школе это при стихах работает, что буквально через час изученного материала у тебя в памяти остается, ну, 60-50%, а через 31 день, если не повторять, остается, дай бог, 20%. То есть через месяц момента изучения чего-то кончается. Ну, и с тренировками так же, то есть мышцы, там, ног, рук, прицепсы, бицепсы, если не прокачивать еженедельно... Рано-поздно уходит. Рано или поздно уходит. Как бы ты не занимался лет 5-7, через год тебя не узнать, как бы ты не занимался никогда. Вопрос, а как тогда, если зная это, учить языки? Ну, вот смотри. Начнем с того, что вот в этой кривой, если можно так обозвать, я вижу только положительное. То есть, по крайней мере, испанский язык я изучил именно так. Почему? Потому что, ну, смотри. Первое. В испанском языке очень много исключений из правил. Ну, и что это такое? Больше, чем русское. Ну, с русским я бы не стал ни один язык сравнивать. Да, но как обычно ученики начинают, не дети сейчас, не про детей, а взрослые. Ученики начинают облегчать себе жизнь, потому что учить это сложно, учить это неинтересно. И, соответственно, ученики начинают искать логику. Почему там что-то используется, какой-то там, та грамматическая конструкция, та лексическая, и так далее. Почему? Она в испанском есть, не спорю, слава богу. Но ты можешь видеть, что у тебя глагол в настоящем времени «идти» в испанском языке, переводится так. Глагол, ну, скажу вам, глагол «ир» — это две буквы всего. Это «идти». «Идти», да. Но, когда ты говоришь «я иду», ты говоришь «ёвой». Ты не видишь букву «и», ты не видишь букву «р». Почему? Потому что. То есть, очень хорошее оправдание. Висение на испанском — это исключение «потому что». «Потому что», да. То есть, как с женщинами общаться? Почему? «Потому что». Да, то есть, а как... А еще пример. Глагол «ир» в прошедшем времени, законченном «вчера», то есть, я вчера пошел «ёфуи». Ну, как бы, уже не «вой», да, но не «ир», а уже «фуи». Ну, потому что это глагол исключение, его нужно просто зубрить. И ты учишь, учишь, учишь и пытаешься его запомнить. Но тупо учить не получится. То есть, есть такое понятие, как активная лексика, есть, как пассивная лексика. Активное, понятное дело, то, что ты используешь постоянно. Ты знаешь, как по-испански будет «привет», как будет по-испански «друг», как будет по-испански «паэлья», «корида» и так далее. Это мои слова. Потому что, ну, ты об этом слышал, кто-то тебе об этом рассказывал, возможно, ты это упоминал и так далее. Вот. Но чтобы пассив вышел актив, нужно, ну, банально, скажем, больше, конечно, практиковаться, заниматься, да. Но, в первую очередь, ты должен иметь цель. Ну, вот это самое главное. Цель. Цель. Да. То есть... Ну, в школе же не сдают цель. Ну, в школе не сдают цель. Ну, у тебя есть цель, там, не получить леща, например, если можно так сказать, от родителей. У тебя есть цель. В нашем канале можно. У тебя есть цель, ну, тебе обещали, что вот, если ты, там, по-испанскому получишь, там, пять, тебе подарят ролики. Но ты к этой цели идешь. То есть, это мы говорим сейчас, чуть забегая вперед. Наверное, про детей мы сегодня еще будем же говорить. Да, обязательно поговорим об обучении детей и взрослых. Разница. То есть, в этом возрасте, когда ты в школе, ты уже осознаешь, у тебя есть мотивация, к чему ты идешь. Вот. Потому что, ну, я преподаю, сколько уже, по-моему, 12 лет. Вот. Потому что, ну, еще до вуза очень хороший был уровень. И когда у меня были ученики... Зачем ты хочешь изучать испанский? Для себя. Ну, вот этот вопрос для себя, ну, мы пытались, мы хотели, но обычно это заканчивалось особенно ничем. Ты говоришь... А у кого какие цели? Вот если у кого получили, какие были цели в миссии? Ну, смотри, значит, берем взрослых. Да. Были цели. Использовать иностранный язык при посещении испаноязычных стран. Логично. Хороший. Туризм. Шеф-повар у меня был ученик. Который хотел разбираться в... Ну, он не знал кулинарию, но он хотел углубиться в испанскую кулинарию. Там, одну из самых популярных в мире. Средиземноморская? Средиземноморская кухня, да. И он хотел консультироваться там с шефами, поехать в Испанию, прообучаться. Определенную целью он к ней стремился. Классно. Соответственно, есть обратный пример. С другой стороны, с одной стороны, вот смотри, абсолютно недавно ко мне обратился парень, который говорит, у меня есть девушка в Аргентине. Она хочет, чтобы я переехал, у нас любовь, все дела, но мне нужен язык. Она не русский говорит? Нет, она аргентинка, испаноговорящая абсолютно, вот. Типа, вот мне нужно постепенно его изучать, у меня есть год там, все дела. Я говорю, ну, окей, ты языки когда-нибудь изучал? Он говорит, нет. Кем ты работаешь? Я собираю продукты на складах, в доставку. В доставку? Да, я говорю, в школе изучал, ну, был там английский. Вот, ну, я часто, может быть, это мой не очень хорошее качество, но я часто начинаю с того, я говорю правду. Я говорю, что будет тяжело. Праведливо. Преподаватель дает 30% знаний. 70% ты получаешь сам. Посредством там. Самостоятельного обучения, домашнего задания, там. Изыскивание. Сейчас фильмы, музыка, все, чтобы мозг у тебя быстрее наращивал эту речь. Он говорит, хорошо, я буду, ну, цель, прикинь, переехать в Аргентину. Это же, ну, солнечная страна, играть в футбол, пить маты и так далее. Ну, окей, давай. То есть, у человека была цель, я не был уверен, но мне казалось, что он к ней придет. Из занятия в занятие мы вспоминали предыдущую тему. Ну, представляешь, да? Тяжело давал. Да, то есть, ты не можешь пойти дальше, потому что не изучена предыдущая тема. У меня также с английским было, могу точно сказать. Вот, я первые два года, в 25 лет, у меня все то же самое было. Ну, вот. Хотя, вроде, в школе знаю, там, 1, 2, 3 и все остальное. Ну, соответственно, я говорю, там, постепенно, давай, вот, ну, вот, тут надо подмутернуть, тут надо, этот, ну, осторожно. Вот, ну, прошло два месяца, и я ему сказал, что, слушай, либо берешься, либо нет, ну, потому что, ну, мы теряем время, там. А ты а деньги платят? Ну, да, деньги платят, но тут, как бы, ну, сложно. Ты, ну, становишься, ты чувствуешь себя непрофессионально, когда ты понимаешь, что человек, по твоей методике, которой ты работаешь, не может получить какого-то успеха. То есть, тебя это съедает, там, изнутри, ты думаешь, там, а, ладно, он сам виноват. Ну, нет, как бы, виноваты всегда оба, наверное, в этом изучении. Вот, но он, наверное, может быть, у него какой-то другой склад ума, но не давался ему абсолютно язык. Вот, и вот, когда я ему это озвучил, он мне буквально, там, через два дня, я когда спрашиваю, когда следующий урок, он сказал, слушай, нет, я, наверное, не буду передумывать. Не знаю. Честно? Да, ушел. Но цель-то благородная была. Ну, в том-то и дело, да, что цель есть. Но не давал. Но не давал. Да. Ну, тут еще такой момент, что, наверное, очень многие хотят получить быстрый результат. Все хотят быстрый результат. Да. У английский я сейчас 7 лет изучаю осознанно, но я, наверное, на адвенция-то не дойду, наверное, никогда. Пока, наверное, не перееду в англоязычную страну. Нет, окажется. Либо не буду работать постоянно в англоязычной сфере. Хотя я работал за границей. И англоговорящими. Ну, ты до интермидиат. Дошел, ну, как бы хорошо. При интермидиат. Но хочется, чтобы все фильмы смотреть на английском в оригинале. И книги читать без переводчика. Ну, слушай, я тебе так скажу. Я не могу сказать, что я книги могу читать полностью без переводчика. Ну, я, насколько ты знаю, ты переводишь даже сериал. Переводил, возможно. Ну, это, да, это тоже очень интересная история. Не хочется говорить о себе прям, да. Нет, но это же, это именно мы про мышление говорим. Ну, вот я и хочу дать этому. Ну, зачем и к чему это вот приводит, когда ты слушаешь, переводишь? Это же совсем другие органы чувств задействуют. Абсолютно. Да. То есть, ты, ну, как обычно это происходит? Стандартно, да, тебе дают видео, тебе дают текст. И ты должен вот это видео, ты смотришь видео, если ты что-то не понимаешь. Обычно я переводил по тексту просто, что там идет. Но бывают моменты, когда ты не понимаешь, что там происходит. Вот, ты смотришь видео, и еще ты должен понимать, что длинную испанскую фразу ты должен такую же длинную относительно его, да, запихнуть ему туда. Потому что мне не довелось, к сожалению, работать с очень хорошими компаниями, которые переводили. В той компании, кому я помогал, не было редактора. Вот, они прям честно тебе говорили, что, слушай, ну, у нас нет редактора. Вот. Сам будешь редактором. Да, ты будешь редактором. Хочешь, не хочешь, как бы. И проблема-то еще какая, что ты вот это все слушаешь, и ты не хочешь давать людям какую-то фигню. Ну, те будут это смотреть, смотреть, там, бабушки, вот эти все сериалы, там, домохозяйки, там, и так далее. То есть, ты хочешь, чтобы они слушали и наслаждались. И, соответственно, там, вот ты перевел, потом, как я делал, то есть, ты же еще должен ставить тайм-коды, чтобы там все это совпадало, когда он рот открыл, когда вот эта фраза пошла. Вот. И я просто потом это все перечитывал. А там одна серия, там, 40 минут, это там 15 листов текста, которые ты перечитываешь, ты думаешь, не нравится. Там, уже сказал, дорогая, дорогая уже неплохо говорит, там, даже солнышко уже, там, вспоминаешь о своей жизни как-то кого-то. Ты целый сценарий практически переписывал для русского языка. Ну, да, то есть, ты не можешь, то есть, задача переводчика какая? Передать смысл иностранного текста на свой родной язык. Ты не должен редактировать, то есть, ты должен рассказать о том, что в целом люди имели в виду. А редактор уже должен вот это все по полочкам разложить. Да. Ну, в данном случае приходилось совмещать, но я могу сказать, что поначалу, когда ты только начинаешь этим заниматься, у тебя, ты очень сильно устаешь. То есть, у тебя мозг, ну, плюс, ты же работаешь, да, ты там учишься, я в институте переводил и так далее, то есть, ты это не можешь делать в параллель, ты уставший приходишь, это делаешь, у тебя мозг кипит от того, что ты пытаешься туда проникнуть, ты пытаешься стать на сторону какого-то героя, там, вот это все. А вот по приходу, там, может, по мере взросления, там, по мере опыта, это идет на автомате. Ну, то есть, там, последние, ну, честно, там, признаюсь, пару лет я переводил, там, на коленках, пока ехал на работу, то есть, ты просто вот так сидишь и все, то есть, ты переводишь. И переводишь, да, то есть, к словарю ты уже не обращаешься, абсолютно. Не потому, что ты, там, такой крутой, ты знаешь, там, супер язык, да, потому что, в целом, да, сама лексика построения сериала, они очень наполнены, то есть, смыслом определенным, сложными фразами, какими-то книжными, там, терминами, поэтому, в принципе, все легко, и ты понимаешь, вот. И плюс, самое смешное в этой всей истории, что у тебя мозг потом очень хочет, то есть, ты хочешь дальше узнать, что там произошло. Дальше сериалы смотреть. Дальше сериалы смотреть, да, тебе же не официальный сериал присылают, тебе же присылают там по серии. И в итоге, сколько серий ты осилил и работает так до конца сериала? Ну, у меня, понимаешь, когда над проектом работает, там, несколько переводчиков, то это ужасно, да, потому что эти люди, во-первых, друг друга не знают. И серии могут быть разные. Ну, там, тебе дают с одной по четвертой, а потом тебе с восьмой по двенадцатую. И вот в этот период, этот сериал, там уже столько все изменилось, что ты вообще не понимаешь. Новые герои добавились, и тебе приходится просто как-то додумывать. Вот, а вот последний проект я переводил полностью в сериал, 60 серий. У меня на это ушло, там, три месяца, учитывая, что это все происходило в нерабочее время. Рекламировать не будем? Нет, нет, в комментариях, да. У Юрия он ответит. Обязательно. Потому что я люблю вот эти сериалы, там, потом пошли уже такие сериалы исторического характера, там, по Латинскому Америку, там, потом я это все гуглю, ищу в Википедии, действительно нахожу, мне это интересно. Вот, и сейчас можно спать. Мы затронули, Юр, одну тему уже, как мышление там помогло тебе в жизни, там, в работе, как ты нашел свою профессию. Вот если само изучение языка, это какие-то навыки, какие-то, там, компетенции тебе развивает, там, в других сферах. Сам процесс изучения в каком-то другом сфере, процесс, не знаю, там, в чем тебе помог? Вот ты знаешь, что у тебя это появилось благодаря изучению языка. Не что-то материальное, ну, там, не знаю, ты более внимательный стал, не знаю, наоборот, рассеянный. Ну, слушай, тут для каждого человека индивидуально, то есть тут, наверное... Мы сейчас за тебя. Для меня, окей. Я точно знаю, что я, когда я вот углубился в эту историю, в изучении, я стал много и лучше работать в режиме многозадачности. То есть я могу выполнять разное количество задач одновременно. Вот, почему это происходит, я не знаю, но потому что у меня мозг успевает переключиться, то есть я не забываю о том, что я делал до этого, и мне кажется, что это произошло именно из-за того, что я углубленно изучал какой-то, там, вот сейчас в данном случае испанский язык. Я могу фокусировать внимание, то есть, потому что изучение языка требует достаточно сильной концентрации ума, и ты должен попасть вот в эту нишу и учить, учить, учить. Поэтому ум у меня расширился, можно так сказать. Ну, опять же... А как в повседневной жизни, вот не в работе? Как в повседневной жизни? Ну, сложно сказать. На самом деле, если говорить о повседневной жизни, то, наверное, я стал что-то больше запоминать. Мне кажется, усидчивость. Учить два языка, ну, то есть еще разговаривать... Ну, опять же, мы же говорим про цель. Ну, здесь цель. Цель, да. Усидчивость, но это образ жизни уже. Да. То есть учить язык, ты поначалу, да, вот ты сидишь там... Ну, это же меняет мышление, образ жизни за счет... Абсолютно. Да, ну, просто можно сказать, что мне повезло, потому что у меня супруга, она тоже знает испанский, конечно. Вот, семья. Ну, да, не на том уровне преподавания, да, но в целом она все понимает. Вот. И это помогает нам, когда мы что-то от сына хотим скрыть, говоря о нем, переходить на испанский. Соответственно, вот в повседневке, наверное, это тоже идет. Но это частный, опять же, случай. Подходим к детям, как раз ты начал. Да, давай. Многие считают, даже мне преподаватели говорят английского, что детям до пяти лет можно давать любые языки, и они будут легко их учить. Вот, мне кажется, даже дочка, у меня дочка начала учить английский в четыре года, она ей легко дается, очень легко. Она уже, наверное, разговаривает даже, ну, не как я, но очень близко, еще пару лет в школе добьется все остальное, если не испугает школу изучение английского. Считаешь ли ты это правильным, и почему детям дается легче изучение языка? Именно вот невозможном, скажем, дошкольном возрасте. Ну, честно могу сказать, что, ну, лично я, я не считаю, что это нужно. У меня часто приходят, там, от родственников, друзей, типа, ну, ты же знаешь, испанский, там, папа ему, там, сына рассказывает, и так далее. Но, во-первых, я считаю, лично мое мнение, что язык это не какое-то механическое действие, это очень сильная умственная концентрация. И к этому нужно подходить осознанно, первое. Второе, что, наверное, ну, 100% ребенок, там, до 5 лет, он свой язык не знает хорошо. У него могут быть проблемы с произношением, если это будет определенная путаница, это будет смешение, там, ты же не изучаешь какой-то, там, я не знаю, славянский язык, как русский, да, ты изучаешь, там, романскую группу языков, или немецкую группу языков, да, это совершенно другое произношение, другие буквы, там, и так далее. И, соответственно, может возникнуть определенная путаница. Плюс нету, вот опять же, вернусь к осознанности, да, то есть он может говорить на языке, но он не может понимать, как сочетаются те или иные слова, те или иные фразы и так далее. Тут, наверное, лучше говорить про билингвы, то есть это те люди, билингвы, да, то есть это те люди, которые с рождения, ну, с рождения, по мере взросления, на одинаковом уровне знают два языка. То есть там папа русский, мама француженка, да, то есть ты, у тебя ребенок находится в двух языковых средах, да, то есть папа с ним на русском общается, мама на французском. И, соответственно, постепенно он начинает мыслить, шутить, говорить, ругаться. На смешанном. На смешанном, да. Тут, конечно, тоже есть, скажем, подводные камни, потому что, насколько мне известно, там, билингвы, они часто сталкиваются с такими понятиями, чисто переводческой темой. Ложные друзья переводчика, то есть это когда, например, вот, есть в английском слово library, это библиотека, да, в испанском языке есть слово librairie, кажется, что они, ну, идентичны. Library и librairie, но librairie это книжный магазин. И в своем каком-то общении он может неправильно донести информацию до того, с кем он говорит. То есть он может иметь... Заменить. Да, он может иметь, что где у вас тут находится библиотека, например, да, ему покажут библиотеку. И он говорит, а почему вам нельзя у вас книжку купить, допустим, да. Но это не библиотека, это книжный магазин. Вот. Но это, наверное, небольшие мелочи. Я, на самом деле, считаю, что это счастливейшие люди и прям вот это мечта, которая уже не осуществится. Не осуществится. Да, но, опять же, ну, к истории там, я просто еще очень люблю историю, потому что мне кажется, что вот как раз это тоже непосредственно очень положительно влияет на наше мышление. Там, ну, ты знаешь 100% 18-19 век, там все дети, там, богатых аристократов говорили на французском лучше, чем на русском. Почему? Потому что им наняли гувернеры, гувернанты, которые просто с ними болтали на этом языке с младенчеством. И, соответственно, когда вот получается так, что у тебя, ты хочешь, чтобы у тебя ребенок очень хорошо знал язык, ты, ну, при имеющихся средствах, да, человек из культуры. Мы же забыли еще сказать, что все об этом забывают, что изучение языка – это не только язык, не только вот произношение, там, лексика, грамматика. Это культура, традиции, история, кулинария, все что угодно той страны, чей язык ты изучаешь. Ну, потому что, ну, без этого, ну, абсолютно нельзя. Но в итоге к детям. Да. Какой возраст, по-твоему, по-твоему, изучения именно для мышления? Вот когда вот он идет в школу, там для него создаются все условия для обучения. То есть он уже знает, ну, там, понятно, там, не с первого сентября, допустим, да, но через какой-то период времени он знает, что у него уроки, что у него есть домашние задания, что у него есть определенный график жизни и так далее. То есть мы, например, там, понятное дело, там, нанимаем детям репетиторов, готовим к школе и вводим их на какие-то кружки, на еще что-то. Но это происходит в более такой игровой форме, не сколько прям достичь каких-то результатов, а просто вот попасть в школу или просто чуть-чуть развить мозговую активность и так далее. В школе у него есть уже режим определенный, плюс после семи лет ты можешь с ним договориться, у него уже есть мотивация, вот о чем он в самом начале говорил, будешь хорошо заниматься, вот так. Плюс, ну, мы, наверное, можем практически уверенно сказать, кроме каких-то там случаев, что после семи лет, наверное, ребенок уже неплохо говорит на своем родном языке. У него хорошее произношение. 100%. Да. Главный минус, наверное, этой всей истории в том, что он очень сильно загружен. Ну, понятное дело. Но тут уже вопрос-приоритет. Если ты хочешь, чтобы он изучал, чему-то отказываешься, чему-то нет. Поэтому я приведу еще дополнительный пример. У меня есть друг, крестный моего первого сына. Он инженер по профессии. Но у него есть хобби. Изучение иностранных языков. Он выучил английский сам, испанский, итальянский. И вот мы недавно с ним созванивались, он еще сейчас немецкий начал изучать. И у него родилась дочка. Соответственно, он всегда мечтал, чтобы его дети знали язык. И он прям с первых там пеленок, когда она только там начала уже что-то о голову говорить, он с ней разговаривал на английском. Вот. Прям вот говорил постоянно. Мы там когда встречались, он приезжал там вместе с ней к нам в гости. И там удивлялись, типа, что он говорит с ней на английском, не понимает зачем. И вот. И в итоге вот мы недавно с ним как раз общались. Говорю, слушай, ну что, дочка-то Белингов? Да. Он говорит, окей. Он говорит, нет. Ну нет, ну потому что... Не сложилось? Ну нет, ну потому что, во-первых, он русский. То есть это основное. Нет поддержки. Нет поддержки, нет языковой среды. То есть одно дело, когда ты там пять лет прожил в Москве, а потом с родителями уехал, я не знаю, в Мадрид. Ну там, конечно, ты приблизишься к этому, да. А тут нет. Ну она, конечно, лучше всех говорит на английском и понимает для своего возраста, сколько это, второй класс, лучше всех. Но это не то. То есть мозг у нее не воспринимает английский как нативный язык, к сожалению. Сейчас появится, Юра, знаешь, какие доли и какие вообще зоны нашего головного мозга задействованы при изучении английского языка? Поясни. Очень важно, потому что мы все-таки начали промышление про работу мозга. Мы ушли именно про твою жизнь, и это очень круто. Мы здесь говорим про человека, который изучает и своим опытом. Мы, кстати, оставим свои соцсети для тех, кто хочет изучать испанский, английский. Мой телефон 8903. Да-да-да, он продает эту историю. Я сам уже думал, как начать учить испанский. Ну, сначала цель, мы поговорим о цели. Итого. Доли, которые заняты при изучении, я зачитаю, потому что это более научная информация. И здесь сейчас появится мозг, структура, и вы увидите, где это расположилось. Центр брока называется в левой доле. Он отвечает за воспроизведение, то есть о чем мы говорим. А за понимание отвечает из зоны верники, в левой височной доле. Есть одно важное преимущество. Мозг создает связи, о чем мы говорили в тренировке, ну, нейронные связи. И он прокачивается. Как раз изучение языка, доказанное нейробиологами, слышал такой термин нейропластичность. Да, конечно. Это излечение каких-то болезней, алисгеймеров. Вот это, да, точно. В старости не будешь сказать. Да, очень важная история, что как раз изучение языка заставляет твой мозг создавать много различных нейросетей новых. Мозг создает новые связи и задействует непривычные участки для решения проблем при обучении, то есть новых слов. Учиться лучше справляется с дегенеративными заболеваниями. Алисгеймер, мы уже сказали. Конечно, у двухязычных людей эти заливания тоже бывают. Но благодаря компенсаторам, механизмам, их мозг справляется с ними лучше. Поэтому иностранный язык – это не только дополнительная строчка в резюме, но еще и вклад в собственное ментальное здоровье. Это из одного очень популярного, так скажем, медицинского учебника. Недавние исследования подтвердили, что изучение языков развивает те области мозга, которые отвечают за его самые сложные исполнительные функции. Например, переключение между различными задачами. Ну, то есть ты говорил, что многозадачный стайл. Вот как раз эта история про то, что можно и планировать, и рассуждать, и слушать, и писать, и все одновременно. Решение проблемы – фильтрация информации. То есть ты и пример привел о том, что ты одновременно говорил на испанском языке, одновременно говорил и перенеслил на английском, и на английском, и на испанском. Это как раз и есть и многозадачность, и то, что можешь фильтровать информацию на различных уровнях. Поэтому двуязычный человек получает преимущество и в сферах, и за пределом использования языка. Опять же, возвращаясь к нейробиологам и нейропсихологам, и всем, кто занимается развитием и пытается узнать, как работает мозг, я, готовясь, решил узнать, а какие языки-то легче учить. Оказывается, многие полиглоты говорят, что для развития мозга, именно чтобы мышление развивалось, нужно учить несуществующие языки. Вот, латынь, какие-то дневные русские. Почему? Как там объясняют, сейчас мне интересно твое мнение, потому что нас в жизнь пришли в российскую, англоцизмы, правильно поправь меня, называется. Неологизмы. Неологизмы, когда из другой речи появляются слова, которые заменяют нам повседневную жизнь или другие слова. А вот изучение древних языков, даже мертвых языков, оно не дает тебе. Ты не найдешь синонима на это. В других там словах ты сегодня приводил liberty. Это library, да. Library, да. Видишь, какой мой английский. Неплохо. Неплохо я. И здесь, как ты к этому относишься? Потому что мышление все-таки оно должно для жизни быть. Ну, то есть, ты изучаешь язык не для того, чтобы просто развить мышление, свой мозг, а для того, чтобы разговаривать. Ну, слушай, я всегда и был, и есть, наверное, остаюсь сторонником того, что у нас есть свой очень богатый язык, да, который, наверное, я не изучал никогда мертвые языки, да, но русский изучать иностранцу, наверное, это невероятный труд. И если кто выучил, я всегда там, когда там выступают какие-то там политические деятели, которые прекрасно говорят на русском, я всегда просто хочется им памятник поставить, ну, потому что мы можем с уверенностью сказать, что мы с тобой, там, не можем сказать, что мы русский знаем на сто процентов хорошо. Очень. Абсолютно. Мне кажется, даже нас сейчас кто-то слушает, кто очень хорошо знает. Записывают уже, да, кто там сидит. Записывают наши ошибки и говорят, не надо говорить вот это, не надо говорить вот это. Абсолютно верно. А в нашу жизнь входят такие слова, как гуглить, скроллить, там, букировать, я не знаю, ну, что-то такое, да. С одной стороны, кто-то скажет, что это прикольно, с другой стороны, наверное... Свайпы еще. Ну, свайпы, там, ну, дизайн, это тоже все, тоже заимствование. Но со своей стороны, опять же, мы живем в современном мире, и поэтому он меняется. И какие-то слова, которые к нам приходят, они нам упрощают жизнь. То есть, вместо того, чтобы иди поищи в интернете, мы говорим, иди по гугле. Поищи в интернете, по гугле, то есть, поищи в интернете три слова, а тут тебя одно заменяет. Может быть, это... Это нормально? Для текущего современного мира, да. Но не теряем ли мы свое, там, вот, тоже мышление русское. Ну, то есть, все говорили русский дух, русский менталитет. Нет, если ты грамотный человек и, так скажем, правильно воспитан в своем языке, то ты ничего не потеряешь. То есть, ты можешь одну и ту же фразу сказать одинаково. Просто в твою речь попадают слова, там, например, как в мою, в текущей моей работе, всякие определенные, как сказать, неуверенности попадают, там, типа, кажется, как будто. То есть, я сам не замечаю, потому что мои коллеги так говорят, и я волей-неволей впитываю в себя эту историю. Но, с другой стороны, есть прекрасно, там, вот, например, какие там испанские, испанизмы, вот, они называются. Какие испанизмы? Испанизмы. Вот, ты точно на гитаре играешь? Да. Я тоже играю. Вот, гитара, это чисто испанское слово. А что оно обозначает? Оно обозначает... Инструмент шестеструнный? Оно переводится как гитара. И все. И все, да. Одно дело, там, говоришь, что такое корида, да? Ты же, ты говоришь, это бой быков, или ты говоришь, это корида? Наверное, ты говоришь, это корида, да. Или, например, пойдешь в ресторан, и ты закажешь хамон, да, или ты закажешь, там, я не знаю, ветчину какую-то тонко нарезанную. Ты скажешь хамон, или мне поели. Сангрию. Нет, засушеное сало, или как-нибудь его... Ну, это, там, тонкая ветчина. Тонкое сало. Да. Вяленое сало, кстати. Ну, да. И нам это дает, там, определенные, очень хорошие возможности брать это себе. Вот. Плюс есть, опять же, исторические факты, там, например, я не сильно силен, там, во французском языке. Ну, абсолютно не силен, просто он тоже романская группа, и какие-то, там, слова, как испанские, они более-менее откликаются. Великое, ой, великое, ой, великое, господи, просто в Отечественную войну 12-го года, когда нанесли поражение французам и отступающие французы, которые еще оставались в нашем окружении, они стучали в деревеньки к нашим крестьянам и говорили, шарами. Они, это переводится как «дорогой друг», то есть они пытались обратиться вежливо, чтобы им дали покушать, вот. И потом их на эти крестьяне начали называть «широмыжники». И сейчас вот у нас, там, ну, сейчас, наверное, вряд ли, но, там, несколько, десять лет назад это было слово в быту, «широмыжник». Типа, он что-то хочет, там, за бесплатно, получается. Вот. И плюс вот к этому можно добавить дополнительно, что вот эти все изучения языка, они нам дают возможность знать кучу аббревиаций. Вот, например, там, работаю сейчас в клиентском сервисе, есть же куча метрик, да, которые, там, переводят определенную клиентскую лояльность. И ты, тебе говорят, там, три буквы какие-то, да, и если ты не знаешь язык, ты пойдешь лезть и их искать, ты сразу поймешь, что это такое. То есть аббревиатура, это тоже важно. И последнее, как у Юрия Дедя, для Юрия, в чем ты видишь силу изучения языков? Ну, во-первых, ты крут сам по себе, потому что, ну, у тебя гораздо шире кругозор, чем, там, может, у тех людей, ну, они могут увлекаться другими вещами, но определенной, там, иностранной истории у тебя кругозору шире. Ты можешь много рассказать про историю тех стран, в которых ты изучал, про культуру, их взаимоотношения, там, какие традиционные вещи. Это интересно. Во-вторых, ты, ну, наверное, кайфуешь, ну, лично я. Сейчас, к сожалению, очень мало стало практики, но когда ты общаешься с иностранцами, и они тебя понимают, потому что в бытность, когда я ездил, там, в заграничные поездки, я был, вот, ну, просто именно в Испанию, как это. Я был похож на очень странного человека, который практически подходил к всем, даже к полицейским, там, и просто с ними заговорил, как пройти туда, как это сделать. Общался. Да, и ты с ними общался и получал вот этого, там, невероятный кайф. Вот, потом, ну, наверное, эмоциональный интеллект, наверное, у тебя чуть более развит, чем у других, то есть ты можешь правильно выставить фразу так, что она кого-то не обидела, например. Вот, то есть, ну, ты несколько раз подумаешь, потому что, ну, вот, мыслительный процесс у тебя более-менее развит. Ну, и если у тебя есть дети, то им повезло. Спасибо. Подходя к итогу, мы много чего рассказали, и здесь история получилась именно про тебя, что классно. Хотела снять про мозг и про языки, но эта история показывает, зачем вообще люди учат. Это пример. И мы проговорили о том, что где это задействовано и как задействовано, что нам нужно. Скажи топ вещей, мы их, возможно, здесь на таблице запретим, но кто-то запишет сам. Что нужно человеку для того, чтобы хорошо знать язык или выучить язык. Ты имеешь в виду инструменты, качества. Да, давайте про инструменты. Но, Том, я всегда говорю, что каждый человек индивидуальный. Но, в целом, можно говорить о том, что если ты хочешь достичь успеха в изучении языка, ты должен, первое, быть усердным. Ты должен иметь цель, зачем ты это делаешь. Ты должен быть готов к какому-то долгому и достаточно сильному мыслительному процессу, потому что язык это не научиться бить поворотом в футболе. Это достаточно долгая работа. Ты должен быть готов к тому, что тебе придется полюбить, наверное, если можно так выразиться, ту страну, которую, язык которой ты изучаешь. Ну, если ты ненавидишь какую-то страну, тебе приходится. А все ненавидят. Многие ненавидят Америку, но учат Америку. Да, учат. Американцы. Буду учить, да, надо. Ну, и, как говорил наш первый и последний президент СССР, главное начать, а процесс пойдет. Ну, то есть, действительно, нужно начать и двигаться в правильное направление. Ты должен найти себе хорошего преподавателя. Возможно, ты должен... А, кстати, вот есть еще время, да? Да, да. Смотри. Я помню, у меня был период, когда я работал прям практически по языку. Я работал, правда, в продажах, но продавал я очень классный продукт. Это занятие с носителями языка. То есть, ну, когда... Ну, в тот период относительно это было модно. Носитель, там, ты с ним занимаешься. Сто процентов он тебе поднимет язык. Это, конечно, правда, но не до конца. Мы тоже ничего. Вот. И мы продавали занятие с носителями языка. Я очень хорошо помню момент, когда как раз вот качества какие нужны и зачем. Пришел к нам очень состоятельный мужчина и сказал, я хочу изучать британский английский. Британский английский. Да, там, для бизнеса кто-то ему там шепнул, что это прям американский это не то, там, диалект. И я говорю, окей, там, ну, мы уточняли, там, пол может быть, там, возраст определенный. Потому что с человеком нужно не просто, там, изучать язык. Ты должен с ним быть в целом на одном уровне, там, какой-то жизненный опыт иметь и так далее. Вот. Мне нужен молодой британец без русского. Человек изучает с нуля язык. То есть, ну, четкая цель поставлена. Четкая цель, прям, бесспорно. Вот. Ну, поскольку я уже на тот момент английский более-менее знал хорошо. И я пытался ему, там, как сказать, посоветовать. Понимаете, что вы с нуля, британский английский, он сложный очень сильно. Может быть, давайте британский английский, давайте мы вам преподавателя какого-нибудь повзрослее найдем все-таки, там. Может, все-таки для начала нужен русский, там, определенный. Ну, ты же не просто тебя с самолета, там, сбрасывают в Лондон, да, и ты, там, начинаешь изучать. Это вот как раз все мы говорили, в сферу он хотел окунуться мгновенно. Да, но он окунуться-то мгновенно, но он в Москве находится. То есть, он... В экспаты. Он окунулся на час с ним на занятия, а дальше он выплеснул и опять нашел, остался в Москве. Вот. Он говорит, нет, все, там, я заказчик. Ну, окей, не вопрос. Вот. У нас был пробный урок, приезжает, там, я нашел, там, мальчика, какой-то 19-летний, а ему, там, лет 50. Он приезжает, они проводят пробный урок, говорят, да, супер, мне нравится, там, заключают контракт и все. Вот. Проходит ровно недель. То есть, за неделю обычно два урока проводили. Он звонит, типа, нужен Юрий, я говорю, да, слушаю вас, там, слушайте, поменяйте мне преподавателя. Я говорю, а что такое? Ну, я вообще ничего не понимаю, что он говорит. А я что-то ему какие-то там через периодчик вопросы задаю, так он вообще-то, не знаю, ну, какой-то юнец, там, и так далее. Я говорю, ну, подождите, вы же сами хотели. Вам тоже на другого, может, просто, вам не подошел по личности человек? Нет. Давайте, по-вашему, там, вот, как вы посоветуете, он мне уже спрашивает. В итоге, не буду далеко долго говорить, в итоге я ему предложил американца, который живет здесь уже 20 лет, то есть, с русской женой, которая прекрасно знает русский, вот, который его возраст, вот. Сошлись. Сошлись. Они сошлись, там, потом мне рассказывают, что они дружили, дружат там, он более-менее хорошо выучил язык, и не нужен ему никакой был прекрасный идеалит. Вот. То есть, опять же, вот, цель, как сказать, неправильно-неправильно поставленная цель. И привела, ну, в итоге ты направила, это классно. Да. Спасибо, Юрий, за уделенное время. Реально, рассказ получился и о тебе, и о жизни, и о куче примеров. Вам, телезрители, все ссылки, и на книгу, кстати, о которой я вначале говорил, как раз там задействованы и рассказаны, бегло, но про мышление и про нас Мошка, про его развитие, как мы можем, и про цели, и полагания, все там есть. Покупайте, читайте, буду рад обратной связи. Спасибо. Подписывайтесь. Ждем вас на канале, на новых видео. Изучайте языки. Обязательно. Это действительно полезно. Сама лексика по строению фраз в сериалах, она, понятно, не очень, как сказать, не очень. Вот сейчас ступор, это надо будет переписать. Антон, ты не спишь? Да. Антон, ты какие языки знаешь? Да? Да. Ты его хорошо знаешь? Могу. Мы тебя не зарядили учить испанский, пока сидели с ними? Могу, могу, телефончик дать. А поговорим, как иностранные языки смешиваются с алкоголем. Антон, а ты сделаешь нам потом это, нарезку, как Джеки Чанов, что не получилось. Мы здесь сидим, как будто болтаем, в черном-белом цвете, как будто в конце видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова